интервью ампера алекс нико от 1 апреля 2019 года из него вы узнаете много нового о гадалке кокош экстра 700 жене об альбоме левашов и других альбомах лейбла а риск стар а также когда точно начнется эпоха водолеи что она несет мы как будто и не расставались не прошло и полгода как вы ампер были правы насчет керчи буквально через две недели после вашего интервью украинские корабли пытались проплыть под керченским мостом сознание чиновникам в крыму трудно изменить все будет продолжаться в том же духе какие новые альбомы вышли в этом году на лейбле кипрская группа тилок транс-йога выпустила свой первый сборник лучших песен группа а риск прист свой альбом пэйган рэр а блюз-рок группы из литкари на стелокс к свой новый альбом мона и хейлу кстати эта группа уже несколько лет признается лучшей группой лейбла у меня появился по этому поводу вопрос а можно конкретнее узнать и годовых итогах лейбла за 2018 год да конечно каждый год лейбл начиная с 2001 года определяет лучшую группу а также альбом и песню на основании продаж да но мы пошли дальше других лейблов лучшая группа года получает звезду как и каждый участник этого коллектива на тот момент звезду как интересно но мы же риск старт мы обязаны дарить звезды и потом с годами получается своеобразный звездный рейтинг по группам и исполнителям напоминает как в отечественную войну за сбитый самолет давали или танк и кто сейчас больше всего имеет звезд за 18 лет это уже большой список но хотя бы лидеров этих списков назовите из коллективов больше всего набрала 5 звезд кипрская группа астика энд свастика но больше она не наберет так как распалась еще 2015 году а 4 звезды я уже говорил об этой группе у стелоксу которая последние годы не отдает пальму первенства никому кстати лучший альбом и песни года тоже этой группы а по исполнителям тут 7 звезд набрали астика и сва обе девочки из группы астика энд свастика но сва в 2015 году погибла в автомобильной аварии и поэтому не сможет увеличить свой результат а вот астика может она сейчас участник как и я новый рок группы ведическая социальная империя можно подробнее об этом коллективе группа образована в конце 2018 года и только намечается у нее выпустить первый альбом есть название у альбома пушкин против данте са дуэль на гитарах сильно а когда выходит альбом уже 21 мая материал практически готов будем ждать послушала я несколько раз ваш альбом кокош очень понравился хотелось бы узнать об этой гадалке еще какие-нибудь удивительные факты будущей моей жене когда она училась в 6 классе она сказала сегодня твой будущий муж окончил школу а также она сказала что я приеду к ней с северной страны через четыре года и действительно через четыре года я приехал из рсфср в казахстан как ты знаешь рсфср это северная республика по отношению к казахстану как уж узнала это как-то сама по себе или по картам она гадала на будущего жениха на таро а потом на бабах и оба результата совпали когда я женился на шайзе она по моей просьбе погадала по поводу моей будущей работы в казахстане ответ меня мягко говоря поразил если я буду устраиваться летом то есть прямо сейчас то буду работать на мелкой должности и тяжелой работе если осенью то на крупной должности и легкой работе просто какие-то сказки разве так бывает жена в то время сватала меня работать на пилоране в селе я после такого гадания напрочь отказался куда-либо идти устраиваться на работу досидел до осени хотя трудно было с финансами 1 сентября пошел снова к кокош уточнить где мне искать эту крупную должность где 2 бабы дали ответ что только на большой дороге я сейчас выпаду в осадок вы стали бандитом нет саша успокойся здесь все другое я взял районную карту и стал искать самую большую дорогу поблизости ей оказалось трасса арык балык володарская на следующее утро я сел на плохенький велосипед и поехал к этой трассе велосипед бросил в кустах и встал на дорогу кармане ни рубля на дороге ни людей ни машин стою и думаю они идет ли я полный приехал устраиваться на работу в это глухое место где одна пылистепь забыл еще добавить я взял с собой несколько виниловых пластинок для чего ну как уж сказала мне тогда что навстречу лучше всего чего-нибудь взять типа журналов можно пластинки типа я буду с газетой в руках вы меня узнаете прямо шпионский сериал да в это все трудно поверить а еще труднее все это придумать но весь этот цирк происходил именно так долго ждали пару часов машины сначала редко проезжали потом больше никто не остановился нет я же руку не поднимал я же пришел на дорогу не куда-то ехать а на работу устраиваться неужели так можно фанатично верить гадалкам смотря какая гадалка и тут ко мне подъезжает черная волга номер 001 кота серьезный номерок открывается дверь и пожилой человек приглашает меня сесть к нему на заднее сиденье в процессе нашего разговора он отметил что я каю будто село москвы я подтвердил его версию потом он начал рассматривать мои пластинки оказалось он коллекционер и у него таких нет я конечно ему сразу их подарил а дальше он представился что является первым секретарем местной партийной организации готов меня взять на некую большую должность супер у меня вопрос каждому человеку так можно жизнь по полочкам разложить я имею в виду если правильная гадалка на пути попалась до каждому они отличные бизнес-консультанты и предсказатели в одном флаконе но реальных гадалок очень мало а дальше все зависит от человека следовать рекомендациям или нет 99 процентов ведь наверняка не поехали как я на эту дорогу устраиваться на работу ведь так просто бы бубнили себе под нос это не может быть так не бывает это развод где мне такую как уж найти не зря в сказках богатыри долго стоят у камня что на разъезде трех дорог решают куда лучше повернуть вот и в судьбе каждого человека такое перепутье встречается неужели только профессиональные гадалки могут указать правильную дорогу ничего подобного это могут профи в нумерологии и в астрологии и в эзотерике источник откуда все это берется один способы разные это как в лесу простой человек пройдет ничего не заметит а профи охотник увидит что тут кабан терся дерево здесь белка орешки грызла понятно кроме как уж вы встречались такого рода людей в начале девяностых когда жил в москве встречался много раз женой глобами кстати джуна при первой встрече заметила небольшую самодельную вышивку на моем рукаве кожаной куртки прочла ее и сказала неко я сегодня могу тебе дать интервью спрашивается откуда она узнала какая у меня фамилия что я работаю журналистом а ведь я пришел действительно взять у нее интервью хотя она была малограмотной но зато высоко духовной и очень чувствительной женщиной джуна малограмотная я это понял с первых минут когда она начала писать записку нашему главному редактору селезневу она меня спросила геннадий с двумя или тремя им пишется а левашова вы знали он хак грамотным был нет лично не знал он в самом конце 1991 года улетел в америку а я с казахстана приехал в москву в начале 1992 года следующем году 21 декабря должен а риск стар выйти мой второй сольный альбом левашов оба вот эта новость а джуне будете выпускать может быть потом и за джуну возьмусь а стихи николая викторовича будете использовать в альбоме обязательно а почему на день зимнего солнцестояния это с чем-то связано ведь у левашова день рождения 8 февраля в этот день 21 декабря 2020 года в первом градусе водолея произойдет великая конъюнкция в знаке воздушной стихии что ознаменует начало эпохи воздуха то есть эпохи водолея привычный материалистический уклад жизни характерный для земной эпохи уйдет в прошлое мир преобразится буквально на наших с вами глазах материалистичному образу жизни осталось 630 дней вы даже счет на дни ведете да в дневнике у меня это прописано а как же 21 марта 2003 года ведь тогда было объявлено о начале эпохи водолея павел глоба пересмотрел эту дату и тоже настаивает на 2020 годе еще один мощный аргумент в пользу новой даты в 90-х годах частота шумана составляла на земле менее 8 гц последние годы начался процесс изменения частоты от 12 до 17 гц на нее влияет магнитный полюс земли который начал двигаться в сторону россии а вот в конце 2020 года произойдет скачок до 30 гц и выше люди не одурманены материальными благами почувствуют прилив творческих сил и прочих приятных бонусов а вот материальщикам с пониженным килогерцами завидовать не будем не будем их ждут большие наказания кто поплатится жизнью кто болезнями кто богатством кто родными и близкими килогерц всех рассудит смена эпох очень напоминает смену тренеров в команде новая метла метет по-новому кого из игроков новый тренер уволит кого заставит тренироваться до седьмого пота ну и конечно придут новые перспективные игроки только при смене эпох это происходит масштабней так что народ развивайтесь скоро большой тренер придет а мы тут жирком заплыли какие страны любят водолей россия эфиопия они любят израиль просто это любимец предыдущего тренера и последний вопрос человек может стать богом каждый человек уже бог но почти никто из людей им быть не хочет ведь все время учиться трудиться созидать на благо других ох как неохота легче притвориться рабом и груши околачивать а сраба что взять кроме цепей раф ни за что не отвечает не жизнь а малина спасибо анкер за интервью думаю что до эпохи водолея мы еще с вами встретимся всех вам благ и вашему лейбу ждем с пением новых альбомов и ждем эпоху водолея